Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшняя наша телепередача посвящена страницам истории Павлодарского футбола. С развитием промышленности в городе Павлодаре начали возникать футбольные команды на каждом промышленном предприятии, в каждой строительной организации. И уже, конечно, круг футбольных команд намного расширился. Команды «Строитель», «Сокол-1», «Сокол-2», «Искра», «Водник» – они собирали полный стадион зрителей. И лучшей командой 1984 года была указана команда «Спартак». В этом же году поводарские футболисты заняли почетное третье место в республиканском чемпионате. Это был уже выход на новый уровень игры. В 1958 году поводарская команда «Строитель» впервые выиграла Кубок Казахской ССР по футболу. Об этом рассказывала газета «Поводарская правда» в статье «От почетного приза голова не кружится». Это статья и интервью тренера поводарской команды «Строитель». Нужно сказать, что все игры, которые проводила наша поводарская команда, они проходили с разгромным счетом. Сейчас я вам прочитаю, с кем играла команда в 1958 году и какой был счет у поводарской команды. Вот такие факты. Первая игра на первенство республики в своей зоне состоялась со знаменательной встречи с футболистами из Рудного. И эта встреча завершилась со счетом 14-0 в пользу поводарцев. В республике заговорили о том, что в поводаре появилась новая команда и очень опасный соперник. Следующая игра состоялась 10 августа со сборной командой Алматинской области. И завершилась она выигрышем поводарцев со счетом 6-0. Через два дня состоялась напряженная игра с Ускаменогорским «Металлургом». И эта игра тоже завершилась победой поводарцев со счетом 4-1. Затем состоялся матч с командой «Уральска», выигранный убедительным счетом 7-2. Последняя финальная игра на Кубок Республики состоялась 19 августа на центральном стадионе в городе Алмате. Поводарцы играли с командой из «Жамбула». И эта футбольная команда «Жамбула» была в хорошей спортивной форме. К тому же в Алмате в эти дни стояла очень жаркая погода. Но, тем не менее, поводарцы выиграли в этой игре со счетом 3-2. И поводарская команда «Строитель» таким образом стала победителем чемпионата КАССР. Тренировал команду Аркадий Амельченко, а капитаном команды был Сергей Квочкин. Новый этап в истории поводарского футбола начался в 1965 году. Именно в этом году футбольная команда Павлодара была включена в розыгрыш первенства страны по футболу класса «Б». Читаем в документе. Это распоряжение Павлодарского горысполкома от 2 апреля 1965 года. В распоряжении говорится, в связи с решением Федерации футбола СССР о принятии города Павлодара в розыгрыш первенства страны по футболу класса «Б» выделить горспорткомитету дополнительно для расходов 1965 года для приобретения спортивной формы и инвентаря 4 тысячи рублей. Таким образом, на 4 тысячи рублей пополнился, так сказать, бюджет спортивной команды города Павлодара и была куплена новая экипировка. Эта команда, которая была включена в розыгрыш первенства страны по футболу класса «Б», называлась машиностроительной, но затем она была переименована в футбольную команду «Иртыш». В Госархиве области хранится отчет команды «Иртыш» за 1967 год. В этом отчете говорится, что старшим тренером команды был назначен Виктор Григорьевич Веретнов, а начальником команды и вторым тренером был назначен Гороховский Валентин Александрович. Перед тренерами команды стояли задачи, решение которых привело бы к успеху команды «Иртыш». А задачи были следующие. Усиление мероприятий, направленных на улучшение внутренней дисциплины в команде, улучшение политико-воспитательной работы, улучшение постановки всей учебно-тренировочной работы, выявление и подбор новых футболистов, изучение характера игроков и их потенциалов. Новые наставники команды шаг за шагом, динамично, упорно и целенаправленно решали задачи, которые привели их к намеченной цели. Итак, в справке Паладарского горспорткомитета от 10 сентября 1970 года говорится, «Хороших успехов добились наши футболисты тракторного завода. Они заняли второе место в классе Б казахстанской зоны, являются обладателями Кубка Республики 1970 года». К тому времени, к 1970 году, команда поменяла название и стала называться «Трактор». Наравне с «Трактором» в области существовала команда «Металлург» из города Ермака, команда «Шахтер» из города Кибасуза. Эти команды были фаворитами среди футболистов Паладарской области. В газете «Звезда Притышья» от 28 июня 1978 года опубликована турнирная таблица. Эту турнирную таблицу возглавляет Паладарский трактор. В турнирной таблице переводятся такие цифры. Команда сыграла до 28 июля 17 игр. Из них выигранных 11 игр, 2 игры сыграли футболисты в ничью, 4 игры проиграли. Было забито 23 мяча, пропущено 10 мячей. В 1981 году футбольная команда «Трактор» играет в чемпионате СССР среди команд мастеров класса А первой лиги. В распоряжении Паладарского горысполкома от 23 марта 1981 года говорится о подготовке центрального стадиона «Трактор» и «Металлург» к чемпионату СССР по футболу среди команд мастеров класса А первой лиги. И основные матчи проходили на стадионе «Трактор», а дублирующие составы играли на стадионе «Металлург», который тоже был очень хорошо подготовлен к играм 1981 года. Успешным для «Трактора» был и футбольный сезон 1989 года. Об этом говорится в следующем документе. Это письмо председателя облспорткомитета Юрченко Паладарский облсполком. Мы читаем. Прошу также решить вопрос о примировании футболистов и руководства команды за успешные выступления в чемпионате СССР по итогам сезона 1989 года. Главным тренером команды «Трактор», приведшим его подопечных к победе, был тренер Борн Александр Фридрихович. На этом наша передача завершена. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok